Беспрецедентная террористическая атака на Париж, расстрелы на улицах, взрывы у переполненного стадиона, захват заложников в концертном зале. Боевики нанесли удары сразу в нескольких точках французской столицы. Счет погибшим переваливает за полторы сотни, раненых более двухсот и данные постоянно меняются. Президент страны охарактеризовал случившееся кратко. Это ужас. Все началось поздно вечером. Французские СМИ сообщили о стрельбе на севере столицы. Под огонь попали посетители кафе. Следом два взрыва у стадиона Стадо Франс. Внутри были десятки тысяч людей. Они пришли на матч Германия-Франция. Там же за игрой следили Франсуа Аллант и глава немецкого МИДа Франк Вальтерштайнмайер. Их сразу эвакуировали. А вот болельщики более часа провели на футбольном поле, пока полиция прочесывала окрестности. Тем временем эпицентр бойни перенесся в 11 округ. Концертный зал Батаклан захватили вооруженные люди. По обрывочным сведениям, которые приходили от очевидцев, нападавшие кричали «Это месть за Сирию». Спустя какое-то время начался штурм. И на данный момент наибольшее число жертв – это те, кто был в концертном зале. Убитые восемь экстремистов. Силовики разыскивают их пособников. По предварительным данным, ответственность на себя взяли боевики ИГИЛ – террористической организации, запрещенной в России. В Париже работает наш корреспондент Яна Подзюбан. Она выходит на прямую связь со студией. Яна, есть ли уточненные данные о жертвах и пострадавших? Точные данные до сих пор неизвестны. Информация постоянно меняется. Но вот к этой минуте стало известно. Сотни раненых и 150 погибших. Вот в 100 метрах от нас, театр, в котором были захвачены заложники, большинство людей погибло именно здесь. 110 человек, еще 40 – в других районах Парижа. Жандарм до сих пор не сняли цепление. Попасть внутрь невозможно. В этот момент, в то время, как я говорю, по всему Парижу происходят террористические атаки беспрецедентного масштаба. У нас десятки... Выйти на улицу сменился шоком от осознания того, что произошло сегодня ночью. Объявлено чрезвычайное положение по всей территории страны. Что значит? Жители города просят не покидать своих домов. Частично приостанавливают транспортное движение. Начинаются обыски. Франция закрывает границы, чтобы больше никто не вошел. Но главное – не вышел. Нужно задержать террористов, которые уже наверняка пытаются покинуть страну. Об этом журналистам рассказал Франсуа Алант. Президент Франции выступил с экстренным обращением к нации ночью. Сразу после эвакуации со стадиона, где он сам был на товарищеском матче команд Франции и Германии. В этот момент, в то время, как я говорю, по всему Парижу происходят террористические атаки беспрецедентного масштаба. У нас десятки погибших, еще больше раненых. Это ужас. Мы приняли решение мобилизовать все возможные силы, чтобы нейтрализовать террористов и гарантировать безопасность всех районов, которые могут быть в зоне риска. Я также просил вооруженные силы нарастить присутствие в Париже, чтобы мы были уверены в том, что в дальнейшем таких атак не будет допущено. Всю ночь наша съемочная группа работала на улице города. Мы пытались успеть охватить все горячие точки. Первая информация стала поступать со стадиона. Там взрывы террористов-смертников прогремели один за другим. В кафе недалеко от стадиона, который в этот момент был переполнен 80 тысяч зрителей. Вечер, пятница. Обычно в Париже самое шумное время. Кафе, рестораны переполнены людьми. Сейчас все наоборот. На улицах пугающая тишина и пустота. Полиция просит жителей Парижа не выходить на улицы. Все каналы прервали вещание ровно с таким заголовком. Париж атакован. Мы сейчас находимся на улице Вольтера. От нас, предположительно, 700 метров находится то самое рок-кафе, в котором сейчас, по предварительной информации, находятся заложники. Около 100 человек. В эти минуты, а это практически половина первого ночи по Парижу, началась операция по освобождению заложников. Каждые 2-3 минуты подъезжают кареты скорой помощи. Полицейские преградили в путь для всех. Журналистов, родственников, пострадавших и друзей не пускают ближе. Отойдите, пожалуйста. Нам удалось проникнуть за оцепление полицейских, подобраться ближе к рок-клубу, в котором произошла катастрофа. Надо сказать, что, несмотря на очень серьезное оцепление, совершенно перекрыть доступ парижанам к месту полиции не удается. Сейчас сюда, к рок-клубу, подъедет президент Оланд с премьер-министром и главой Министерства внутренних дел. Мне кажется, это их кортеж. Спецоперация по освобождению заложников завершилась буквально несколько минут назад. Сейчас бойцы спецназа выходят из рок-кафе, в котором произошел теракт. Выводят и тех раненых, что могут добраться до каретской скорой помощи. Сколько террористов было внутри? Простите, я не могу говорить. Как только все началось, мы услышали перестрелку. Я закрыл всех посетителей моего кафе внутри. Мы заперли двери и ждали, когда все это закончится. Что теперь можно сказать? Мы будем противостоять этой атаке. Нас не испугаешь. Мы были едины, и когда было Шарли, и будем едины сейчас. Я живу напротив кафе и услышал звуки. Подумал сначала петарды. А потом выглянул в окно и увидел, как полицейские гонятся за мужчиной. Они повалили его на асфальт и заломили руки. Террористы атаковали рестораны, торговые комплексы, театры. В кафе, что буквально в 100 метрах от нас, тоже была перестрелка. В Париже погибли десятки людей. Раненые исчисляются сотнями. Шок. Крупнейший теракт в истории страны. В субботу и воскресенье будут закрыты большинство учреждений. Отменены общественные мероприятия. Уже сейчас на границах страны выставляются кордоны. В ходе спецопераций несколько террористов были застрелены. Но большинство остаются на улицах города. Яна Подзибан, Сергей Мухин, Первый канал, Париж.